Это все мое родное. Река Дон, моя любимая река. 32 года назад, когда я приехал сюда жить в город Волгодонск, это вообще-то был курортный центр, ну один из курортных центров, столица атомной энергетики страны и самая чистая река Дон в Европе. Этим гордились. Мы сегодня превратились из самой чистой реки Европы в самую грязную реку Европы. Сегодня Дон официально самая грязная река Европы. Дохозяйствовались, ушли от Советского Союза, дозанимались. Я хочу рассказать пять основных причин, почему река Дон стала такой, да и все реки России стали такими. Это одна из целей моей прихода в Государственную Думу, что мне в этом году 50 лет. Наверное, что-то хочется сделать для будущих поколений, для себя, для вот тех, что скажут, что, ребят, ну я что-то смог. Ну вот зачем мы сделали эту помойку? Итак, причина номер один. Причина номер один – это отчистные наших городов. Откуда берутся эти страшные синие-зеленые водоросли, которые потом выпадают в ил и становятся чистым, там, огромным черным илом. Синя-зеленая водоросль съедает яд попавшийся или грязь попавшую в воду. Я рассказываю примитивным, ненаучным языком, после чего она выпадает на осадок в виде ила. Иногда этот ил настолько опасен, что трогать его нельзя уже веками. Все, не трогайте, возможно, как-нибудь будущие поколения найдут выход. А сегодня нужно сделать простое решение – перестать срать воду. В прямом смысле этого слова – просто перестать срать. А как же мы срем? Один грамм сегодня автошампуни порождает 7 килограммов сини-зеленых водорослей. 7 килограммов! Один грамм автошампуни порождает 17 килограмм сини-зеленых водорослей. Так вот, отчистных сооружений достойных, которые могут очистить, нет даже в Москве. Неужто, если мы не потратим миллиарды на восстановление наших отчистных сооружений, это нашему государству не принесет миллиарды. Я родился в городе Астрахани. И, конечно, те прекрасные воспоминания, когда я вырос на Волге, постоянно еще в первоклашке бегали на рыбалку, даже зимой бегали на рыбалку. Дважды под лед проваливался, потом в школу не ходил, сушил пальто с другом дома. Маме, конечно, ни в жизнь бы не мог такое рассказать. Думаю, ремень бы по жопе ходил бы по полной. Ходили купаться постоянно на Волгу, притом ходили в учебный год купаться, там и осенью, и весной. И делали мои первые сплавы по Астрахани, именно по Волге. Наверное, там у меня и зародилась страсть к реке, страсть к путешествию. А так нас родители как-то вообще отпускали, мы вечером приходили, и все были живы, слава богу. Давайте о второй причине поговорим. Вторая причина, почему наши реки сегодня такие грязные, это сельское хозяйство. Распахали все притоки, которые подходят к крупным рекам. Разумеется, из ручейков собираются речки поменьше, потом речки побольше. А почему это большая опасность, когда поля подошли к малым рекам? Это удобрение. Это второй главный фактор загрязнения наших водоемов. Если удобрения попадают в реку, а они, конечно, с помощью дождей потом сливаются с полей в реку, то это приводит к гигантскому росту синих и зеленых водорослей, почти такому же, как производят шампуни и города. Решив эти две проблемы, то есть поставив жесткий просмотр, контроль за экологией, чтобы не распахивали вдоль рек, и поставив очистные сооружения, мы можем легко добиться чистой воды в наших реках. Третий пункт, который нужно восстановить на государственном уровне, он очень прост. Постоянная работа земснарядов. То есть вмешательство человека в дело природы. Вы поймите правильно, ведь каждый мост, каждая плотинка, а у нас сегодня что на маленьких речках, там вообще одни плотины стоят, там запруда, там плотины и так далее. Каждый мост является естественной остановкой ледохода. Ледоход это как такой огромный скраб, который нужен для речки, для того, чтобы очиститься раз в год. Что такое ледоход? Представляете, вот лед в камышах стоит, и потом идет ледоход, и он просто ножом вырывает это все. То есть вот это, мы знаем, мосты везде сносят и так далее. Лед это главная вещь для оздоровления реки, ежегодный ледоход. Но мы построили плотины, мы построили все, и лед, и эти камыши никуда не уходят. Эта берега не прочищается. Когда была построена, допустим, Волгоградская ГЭС, вместе с ней сразу было заведено в государственную программу на постоянно действующей основе 40 земснарядов, которые будут чистить Ахтубу, притоки, Волги, все вокруг, ниже Волгоградской ГЭС. Там, где создалась огромная проблема из-за остановки ледохода с помощью Волгоградской ГЭС. Все, 40 постоянно действующих земснарядов. Сейчас, по-моему, один или два ездят. До недавнего и этих не было. И то, как они ходят, там смешно не сказать, потому что местные жители говорят о том, что контроль за работе этих земснарядов очень-очень, так сказать, несущественный. Но ведь это самое большое место для воровства. Ходил земснаряд, не ходил. Постоянная, круглогодичная работа земснарядов, это оплата природы за то, что мы натворили в виде наших мостов, в виде наших плотин и так далее. Но давайте поговорим о следующей, четвертой причине, куда же делись, так сказать, наши чистые реки и наши рыбы. Вы знаете, раньше нам всех хватало этих раков и так далее. Но как-то вот, получается, когда мы ловили раков, нам их разрешали ловить. Вот мы ловили их летом, когда купаться приходили и так далее. Насильный никто не гонял. Но государство следило за основополагающими вещами, которых ловить нельзя. Так вот, это называется браконьерство и электроудочники. Выбивание маточного поголовья. Получается, что дона-то хватало, чтобы кормить 4,5 миллиона населения и гостей раками, вот просто до отвала. Но браконьеры выбили все. То есть выбили электроудочники. Ну, допустим, вот в моем течении, я здесь знаю, все здесь есть 18 ям. Раньше в этих ямах даже зимой заплывали специально ответственные ихтеологи, которые проверяли глубину. Мне один ихтеолог говорит, мы опускались под воду, 5 метров стояла рыба. Вот 25 метров глубина, через 20 метров опускаешься, и 5 метров так вот слоями стояла рыба. На дну слоями лежали раки. Конечно, это сделало рыбу и раков очень уязвимыми для любых браконьеров. Либо он спускается с аквалангом и просто там всех перебивает, либо он подплывает с электроудочкой и бьет их всех на яме. Мы фактически потеряли контроль за нашим маточным поголовьем. На восстановление раков надо 7 лет. Но мы должны защитить маточное поголовье. И вот раньше эти ямы государство охраняло очень серьезно, потому что следили. И вот ответственный кто был за дом, перед ними стояло, за дом, за Цемлянского, за Волгу, перед ними стояло ответственность за то, а сколько рыбы будет в следующем году. Они не отвечали только лишь за то, сколько они поймали. Они должны были сделать так, чтобы популяция рака не уменьшилась, чтобы популяция толстолобика не уменьшилась, чтобы популяция белого мура не уменьшилась, чтобы популяция создано не уменьшилась. Если чья-то популяция уменьшалась, принимали серьезные меры. А сейчас всем все навалять. Выбили все. Вот реально на хозяйстве выбили все, и все сидим счастливые. Раньше вот у нас вот такие лещи плавали, сегодня и вот таких нету. Давайте теперь поговорим об уровне наших реках. Я полностью за судоходство, когда мы действительно делаем его грамотно, и понимаем, что это приносит доход нашему государству, а не и той, иной нефтяной или газовой компании, которая перевозит свои грузы, зарабатывая 7 миллиарды, и как бы, может быть, что-то платит какие-то налогу государству. Правда, государству потом в десятки раз дороже обойдется восстановление этих рек, а будущие поколения будут плевать нам в глаза. Так вот, о чем я хотел сказать. У нас сегодня есть очень жесткое искусственное регулирование уровня воды. Так вот, в Советском Союзе мы регулировали, особенно в момент, так сказать, нереста, этот уровень воды под рыбу и под экологию. А сегодня мы регулируем под проход барж. Если баржи могут пройти, мы поднимаем воду. Если воды осталось даже мало, нам нужно, чтобы баржи прошли. Поэтому бабки для некоторых лиц в карман. То есть, они зарабатывают свои миллиарды, государство теряет сотни миллиардов. Все очень просто. Сейчас государство, ну, как бы пытается бороться. Я понимаю, что это есть прекрасные такие вещи, когда мы ведем зарыбление наших водоемов. Действительно здорово. Мы сегодня зарыбляем даже уже белугу. Мне так смешно. Вот в этом году в Астрахани выпустили белугу, в этом году в Дону вырастили белугу. А жить-то она у вас как будет? Вы сегодня реки загадили до такой степени, что нету просто кислорода, и малек просто погибает. Вы видим, везде в интернете миллионами всплывает этот малек. Ребята, вы кому белугу-то выпускаете, чтобы она сдохла? Мы управляем государственную программу. Наверное, надо начать с того, чтобы очистить туда, куда выпустили рыбу. Я иду сейчас в Государственную Думу от партии Родина за тем, чтобы очистить наши реки. У меня есть конкретная программа. Я понимаю, как действовать. Я понимаю, как говорить. Я никогда не боялся говорить о стрибутах Государственной Думы. Я уверен, что когда министр экологии, да и все остальные министры будут приходить в Государственную Думу, самые неудобные вопросы и самые неудобные выступления, касаясь чистоты рек, они получат их меня. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три.